Господин Искандарян, естественно, мы говорим об Украине, вернее, об российской, американской этой проблеме, о напряженности, но, в первую очередь, нас, наверно, интересует визит господина Ольева в Москву и подписание союзнической декларации. Насколько это серьезно, насколько это было прогнозируемо и что мы можем ждать в ближайшее время? В первую очередь, я имею в виду, конечно, в арцахском вопросе. Это не очень серьезно, это пиар-акция, это декларацию, ждать ее, конечно, нужно было, а Льву нужно было это, такого рода акция, Россия, трудно было предположить, что Россия будет против такой акции, центр, смысл того, что происходит, это то, что у России есть целеполагание влиять на государство, находящееся в зоне, которую она называет иногда ближним зарубежьем, иногда зоной своей ответственности, по-разному там все называется, но не важно. То есть это постсоветское пространство без Балтии, Грузии и Украины. И вот в этих странах Россия, на этих территориях Россия пытается продолжать играть какую-то роль, продолжает быть той страной, с которой соотносят свои интересы соответствующие страны. В нашем регионе, под нашим регионом я сейчас имею в виду Амению, Азербайджан и Арцах, то есть Грузия тут не считается, кроме Осетии и Абхазии, которой с точки зрения России никакая не Грузия, но сама Грузия в России меньше возможности влиять на ее политику. А тут вот об остальном Южном Кавказе мы говорим. Для России очень по-разному, с разными мотивациями, с разными интересами, но ей нужна и Армения, и Азербайджан. Нужно, чтобы это влияние было и в Армении, и в Азербайджане. Инструментов у нее для этого, ну, полтора. Первый и самый важный – это Карабаха. России нужна субъектность Арцаха, потому что присутствие… Собственно, почему Россия в последний момент войны пришла и встала там? Да, потому что если ты хочешь что-то миротворить, то тебе надо иметь это что-то, тебе надо иметь объект. Если ты хочешь обеспечивать физическую безопасность людей, которые там живут, эти люди должны быть. Представим себе, что азербайджанцам удалось бы то, что они хотели, и население Карабаха было бы ликвидировано или депортировано. Что бы там делали русские? И это способ влияния и на Армению, и на Азербайджане. Второе или половинное – это цена на энергоносители. Азербайджану она не нужна, а для Армении это имеет значение. Но это другое. Соответственно, для того, чтобы это делать, Россия должна поддерживать некоторый уровень отношений и с той, и с другой страной она это и делает. Азербайджан на это работает тоже. Поэтому это нужно было ожидать, что-то такое, мне кажется, должно было произойти. Как это повлияет на Карабаха, никак не повлияет. На Карабаха повлияет и влияет то, что случилось в 2020 году, и то, что происходит сейчас, как говорят по-английски «on the ground» на земле, то есть непосредственно не просто в зоне конфликта, а вот в этом политическом треугольнике – Россия, Азербайджан, Турция с одной стороны, Россия и Армения, с другой стороны, вот это все каким-то образом работает. Конкретная декларация, которая подписана или не подписана, это не самое важное, это бумага. А реальная позиция России, она действительно такова, и она такова отнюдь не от того, что они сейчас что-то подписали, она такова начиная с 2020 года, что вот Россия будет здесь присутствовать, будет присутствовать здесь в таком виде будет и с Азербайджаном, и с Арменией по отдельности работать, называя это союзническими обязательствами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова